Зубкорп для сотрудников предусмотрена возможность самостоятельного получения наиболее важной информации в разделе «Самообслуживание». Поскольку раздел доступен сотруднику независимо от времени работы кадрово-расчетных подразделений, рабочее время сотрудников используется эффективнее. Для сотрудника практически исчезает необходимость непосредственного взаимодействия с сотрудниками кадровой службы и бухгалтерии, которые, в свою очередь, не тратят время, например, на печать потерянного расчетного листка за прошлый месяц, который вдруг понадобился сотруднику. Такая возможность может быть высоко востребована на территориально удаленных подразделениях, а также для сотрудников вечерних и ночных смен. В организациях с большой численностью сотрудников использование возможностей самообслуживания сотрудников способно существенно сократить трудозатраты на ручную обработку наиболее распространенных запросов сотрудников. В разделе «Самообслуживание» по ссылке «Личные данные» сотрудник может посмотреть личные данные, графики работы, расчетный листок, остаток отпуска и индивидуальные льготы. Давайте рассмотрим каждый из них. Личные данные. При запуске программы сотрудникам автоматически открывается подраздел «Личные данные», раздел «Самообслуживание». Сотрудник может увидеть основные личные данные на одноименной закладке, проконтролировать полноту их заполнения, достоверность, актуальность, а при необходимости сообщить о наличии неправильных данных. Соответственно, что мы здесь видим? Фамилия, имя, отчество, дата рождения, ИНН, пол, СНИЛС, документ, паспорт, который удостоверяет личность, адрес проживания, состояние в браке, семейное положение, состав семьи, мобильный телефон, образование. И отсюда сразу можно нажать «Сообщить о неправильных данных». Ну и, соответственно, писать, что здесь неправильно, и провести и закрыть. И, соответственно, в отдел кадров попадает эта информация. Где же можно посмотреть о неправильных данных? Ну, допустим, здесь неправильно ФИО указано. «Провести и закрыть». Пользователь, который ответственен за обработку сообщения неправильных данных сотрудников, видит поступающие от сотрудников сообщения в разделе «Кадры», «Обращение сотрудников». Соответственно, вот наше с вами сообщение неправильно ФИО. Здесь мы можем его отработать, поставить галочку «Сообщение обработано». И тогда мы здесь опять зайдем, чтобы посмотреть. То у нас, если бы мы поменяли фамилию, имя, отчество, то у нас бы здесь все поменялось. «График работы». Просмотр графика работы доступен, ну, понятное дело, что только на этой вкладке. Просмотр графика работы возможен только на текущий месяц и последующие месяцы. По умолчанию график работы отражается на 6 месяцев, начиная с текущего. В поле «Выводить» можно указать, на какой месяц необходимо отобразить график работы. Ну, «Выводить» там по январь 21-го. По кнопке «Печать» график работы сотрудника можно вывести на печать. Обращаю ваше внимание, график отображается только, если за выбранный период заполнен производственный календарь и график работы сотрудника. Продолжим. Расчетный листок. Просмотр. Сейчас мы переключимся. Просмотр расчетного листка доступен сотруднику на закладке «Расчетный листок». В поле «Месяц» указываем месяц, за который необходимо отобразить на расчетный листок. По июль 2020 года мы не видим. Соответственно, мы можем выбрать месяц. Сейчас он переключится. Можем выбрать, допустим, январь. Видите, зарплата за месяц. Вывести его на печать. Ну и, соответственно, распечатать. Остаток отпуска. Просмотр справки об остатке отпусков доступен сотруднику. В поле «Дата» указываем дату, на которой необходимо отобразить справку об остатке отпусков. По умолчанию устанавливается текущая дата. В справке об остатке отпусков сотрудник по каждому виду отпуска может посмотреть, на какое количество дней отпуска он имеет право по состоянию на указанную дату и как это право сложилось. 25 января, то есть 28 дней, то есть за год выводится. Справка об остатке отпусков содержит информацию о том, какие виды отпусков предоставляются сотруднику, а также об их продолжительности. Кроме того, можно увидеть, какими документами, в связи с какими кадровыми событиями предоставляются эти виды отпусков. Если имели место события, в связи с которыми рабочие года продлялись, в справке об остатке отпусков будут показаны, какие рабочие года, на какое количество дней и в связи с какими событиями они продлены. Накопленные права сотрудника на отпуск увеличивают итоговый остаток отпуска. Это отображается в справке об остатках отпуска, на которой сотрудник имеет право по состоянию на указанную дату с учетом всех накопленных прав и использованных ранее дней отпуска. По кнопке «Печать» справку об остатках отпусков можно вывести на печать. Индивидуальные льготы. Просмотр возможных льгот и их выбор доступны сотруднику на закладке «Индивидуальные льготы». В списке слева отображается список льгот, доступных для выбора сотрудника. Если льготы предоставляются в пределах установленного лимита, то наряду с льготами в этом списке отображаются их условия и стоимость баллов. В списке справа отображается список льгот, выбранных сотрудником. Если льготы предоставляются в пределах установленного лимита, то наряду с льготами будет указано их условия и стоимость баллов. Например, если бы у нас здесь была компенсация фитнеса стоимостью 20 тысяч рублей в год, то мы бы сотрудник, будучи я Зоей Юрьевной, решила себе по кнопке верхней переместить выбранные льготы, переместила бы и воспользовалась, и соответственно ответственному сотруднику за льготы в компании упало бы оповещение, что сотрудник выбрал ту или иную льготу. У меня на этом все. Мы с вами разобрали раздел самообслуживания, личные данные. Продолжим с вами узнавать о системе зарплаты управления с персоналом в следующих видео. А я вам желаю хорошего дня. Продолжение следует...